Добро пожаловать на библейские занятия Меч Духа. Их автором и преподавателем является старший пастор церкви Кентингтон Темпл и руководитель Лондон Сити Чорч Колин Дай. Меч Духа – это серия динамичных обучающих программ, предназначенных снарядить сегодняшнее поколение христиан в подготовке последующих учеников. Мы молимся, чтобы эти программы вдохновили вас и стали для вас своего рода катализатором для углубления познания Бога, личных взаимоотношений с Господом Иисусом Христом и близости со Святым Духом. Здравствуйте! Добро пожаловать на библейские занятия Меч Духа. Это школа служения в Слове и в Духе. Сегодня мы с вами будем завершать наше учение на тему «Иисус – Сын Божий», то есть «Познавая Сына». И мы с вами видим из Писания, как Ветхий Завет и Новый Завет указывает на Иисуса, как на Сына Божьего. Мы с вами изучали Его первое пришествие. Мы говорили о том, как Он родился, родился от Девы. Мы с вами поговорили о том, как Иисус был крещен Духом Святым, Духом Божьим. Он был наполнен силой, чтобы исполнять Божью работу, делать Его дела. Мы видели с вами, как Он подчинился Отцу, и это послушание привело Его на крест. Мы с вами поговорили, как Он воскрес из мертвых. Очень мощная эта демонстрация того, что Он был Сыном Божьим. Мы также с вами увидели, что Отец через Сына дает приглашение для тебя и для меня, чтобы прийти к познанию Его. Иисус сказал, «Вы должны прийти к Отцу через Меня». Вот для этого пришел Иисус. Если мы верим в Него, мы имеем доступ к Отцу. И мы с вами знаем, что когда мы верим в Него, и мы подчиняемся в нашей жизни, Иисусу Христу Бог становится нашим Отцом. Но не таким же образом, каким Иисус является Сыном Божьим, потому что Он уникальный Сын Божий, единственный такой. Но мы также вступаем в эти личные отношения Отца и Сына, отношения с Богом через Бога Сына. И сейчас мы с вами поговорим о том, как Иисус придет во второй раз. И на этом мы будем завершать эту тему в занятиях. Он придет снова, второй раз, чтобы исполнить все надежды и мечты Божьего народа, всего Божьего народа. Он придет снова, чтобы судить мир. Поэтому так важно, чтобы ты и я, чтобы мы пришли к познанию Бога сейчас, через Иисуса Христа, Его Сына. Будет слишком поздно, когда Он уже вернется. Да, вы увидите Его как Сына Божьего в те дни, но это будет слишком поздно, чтобы уверовать в Него. Потому что это будет день суда, судный день. Но мы также знаем, что когда Иисус вернется, придет во второй раз, Он уничтожит дьявола и все Его дела полностью и абсолютно. Матфея, 25 глава, 41 стих. Говорит, «Тогда скажет тем, которые по левую сторону, идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованы дьяволу и ангелам Его». Итак, мы видим и дьявола, и ангелов, которые будут уничтожены. Они погибнут в этом огненном озере, а также все те, которые отвергли Христа. И Сын Божий пообещал, что этот мир будет обновлен, станет новым, и что Божий народ войдет в Его окончательное и совершенное царство. Марка, 13 глава, 31 стих. «Небо и земля пройдут, но слова Мои не пройдут, никоим образом. Небо и земля, да, они пройдут, но будут новые небеса и новая земля». Марка, 12, 25. «Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах». И это другое, уже земное существование. Это земное существование на более высоком уровне. Поэтому мы с вами и говорим о новых небесах и о новой земле. И здесь, вместо того, чтобы давать какие-то, знаете, маленькие детали, Иисус дает целую серию разных картин для нашего воображения, чтобы стимулировать нас в нашей вере, вдохновить нашу веру. Он обещает, что Божий народ войдет в эту радость, его присутствие, и он сравнивает эту радость с радостью свадебного празднования. Он говорит, что в Царстве Божьем будет смех и танцы. Он говорит, что голодные насытятся, что чистые узрят или увидят Бога, и что он сам, жених, он будет в центре внимания. Это просто невероятно яркие и привлекательные картины или образы Царства Божьего. Он обещает, что община его народа в этом Царстве, они будут все вместе в поклонении, и что их радостное такое веселье, восторг, это будет как у тех паломников, которые достигли места назначения после очень сложного путешествия. И в Евангелии от Луки Иисус говорит о вечных пустынях, о вечных скинях, это исполнение вот этой скини, которая двигалась в пустыне. И Он обещал, что вот эти вечные жилища, они принесут радость и благословение и удовлетворение, и что вот эта новая община создает это единство. Это будет о единое общении между евреями, язычниками и между всеми народами. Действительно, вот почему Иисус вернется, придет, чтобы все это сделать, и вы увидите. И когда вот мы все это с вами смотрели, изучали, мы видим, что Иисус вернется для того, чтобы реализовать все, что Он достиг на кресте. Затем, какие же будут результаты? Благодаря возвращению Сына Новый Завет говорит ясно о том, что возвращение или второе пришествие Сына Божьего завершит всю Божью работу или Его дело по избавлению человечества. В тот день Сын, видимым образом, явится всему человечеству в полном триумфе и великой славе. Да, может быть, Ему пришлось в первый раз прийти и жить в неизвестности и даже в слабости, но Его возвращение, это будет не событием, которое невозможно ни с чем спутать. Это будет публично. Триумф это будет. Это будет славное и вселенское событие. Очевидное отсутствие Сына на Земле, это уступит путь Его впечатляющему присутствию на Земле. Его загадочная скрытность, то, что Его не видно сейчас, это будет заменено открытым проявлением Его совершенного характера, Его божественного великолепия. Когда Сын, в конце концов, вернется, тогда просто уже не останется места для сомнений относительно того, кто Он, или ломать голову, пришел Он на самом деле или не пришел. Это будет невозможно. Библия говорит, что каждый глаз Его увидит. И некоторые говорили так, о, мы знаем, что это значит. Это значит, что Он явится на телевидении. Там просто не нужны будут уже телекамеры, когда Иисус вернется, потому что каждый глаз, все увидят Его, и никто не будет там оператором всех этих линз, потому что будут смотреть прямо на Него, будут прямо вот на Него смотреть и видеть. Это возвращение Сына в результате приведет не просто к тому, что будет открыто все, что было скрыто и тайно о Христе, но это также будет как снятие завесы со всего, что было скрыто в нас. Новый Завет подчеркивает, что Божий Суд индивидуально людей, мужчин, женщин, это одна из основных причин для возвращения Сына. 1 Коринфянам 4 глава 5 стих говорит, Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Последний день, все вот эти оставшиеся и важные вопросы жизни будут открыты, разоблачены, и тогда все наши отговорки, оправдания и все эти противоречия, они просто исчезнут. Какой-то будет невероятно потрясающий день. 1 Коринфянам 15 глава 24-25 стихи показывают, что возвращение Сына будет абсолютной победой над всяким злом. Затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда Он упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги Свои. Откровение 20 глава 7 по 15 стихи. Когда же окончатся тысячи лет, Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавших, ввержен в озеро огненное и серное, где звери лже-пророки, будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля. Вы слышите эти слова? И небо, и земля просто бежали от лица Божьего, Иисуса Христа. И не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая из книга жизни. И судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад, повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Его пришествие также будет означать уничтожение страданий и конец всяких злых мыслей и действий, и оправдание и прославление тех, кто страдал за праведность, и будут сняты маски со всякого давления угнетения. Сатана и все его силы, наконец-то они будут полностью уничтожены на веки вечные. Здесь мы видим чудесное обеспечение Божье, который просто отменит это проклятие, и тот, который принесет и совершит все, что он пообещал совершить во всех, во всех, во всех отношениях. Откровение 21 глава. И я, Иоанн, увидел святой город, Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенный для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Вот, скинь Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом». И сам Бог с ними будет Богом их. Вы видите, центральное обетование Библии – это центральное обетование Божьего Завета. Действительно, это единственное обетование от Бога во всей Библии, потому что все остальные обетования, можно их поставить под зонтик этого обетования. «Я буду вашим Богом, ты будешь моим детем, я буду с тобою». Все вещи, которые когда-либо Бог обещает, это Он Сам. Вот все, что Он пообещал. Откровение 21 глава, 4 стих дальше. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И Тот, Который сидел на престоле, Он сказал, «Вот, Се, Я творю все новое». И Он сказал мне, «Запиши, ибо эти слова верны и истинны». И Он сказал мне, «Совершилось». Я есть Альфа, и Я есть Омега, Я есть Начало и Конец. Кто тут говорит? Это Сын Божий. Это Сын во всей Его славе, Его Второго пришествия. Это уничтожение страданий, Конец всем злым мыслям и действиям, оправдание, прославление тех, кто пострадал за праведность. Когда действительно маски будут сняты со всякого угнетателя, всякое зло будет остановлено, исцелена будет всякая боль и всякая рана, и всякая слеза будет удалена со всякого глаза. Сатана, дьявол, все его армии, все его силы, все те, которые избрали этот путь зла, они просто исчезнут, Бог разберется с ними, на веки вечные будут уничтожены. Когда Сын Божий придет, Он соберет Своих людей к Себе в свое присутствие и даст воскресение тем, кто умер прежде Его пришествия. Это восхищение, а также воскресение праведных. Вознесение и воскрешение праведных. Но Сын не только изменит верующих, Своей силой воскресение, Он также преобразит вообще всю Вселенную. Божьи цели, они намного больше, чем индивидуальная личная судьба людей по отдельности. Индивидуума. 2 Петра 3 глава 13 стих очень хорошо подчеркивает эту истину. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. И это новый порядок, где праведность будет просто как у себя дома. Это не новый мировой порядок, как говорят, и о которых говорят разные религиозные деятели, или политические виды деятельности, или социальная деятельность. На земле нет. Это новый порядок, который приходит свыше, в котором порядок текущего мира просто завершится, и наступит новый порядок. Божье царство. Это означает, что возвращение сына в результате приведет к концу, к завершению всей истории, как мы ее знаем. Библия не представляет нам ход истории, как какой-то циркулярный такой процесс, замкнутый круг или бесцельное что-то вечно. Библия представляет историю как движение в отношении или в сторону цели. Это путешествие в сторону совершенного царства Божьего. И это представляет Бога всегда действующего, активно в истории, чтобы совершить и исполнить свои цели и планы. И самый величайший момент кульминации истории, тогда Бог будет действовать через возвращение своего сына, чтобы завершить всякое противление Ему, Его воли, и чтобы утвердить свое вечное царство. И все это фокусируется на Сыне Божьем. Бог работает в истории. Даже сейчас, пока я что-то говорю, Бог движется, и все движет, в сторону вот этой великой кульминации, когда вернется Иисус Христос. История не находится в руках людей, мужчин, женщин, которые думают, что они творят. Ее история, как английское слово, и говорит об этом в его корнях, это его история. Это история Иисуса. Это история Сына Божьего. Прямо с самого начала, когда Бог сотворил небеса и землю, и Он населил землю людьми, Он сделал это, чтобы прославить своего Сына, потому что Он хотел многих сыновей привести к славе. При сотворении Адама Бог имел в Своем сердце, в Своих планах и целях, зная, что Адам падет, Он уже имел второго Адама, того, кто искупит человечество, кто станет наследником всего, тот, в котором мы унаследуем, как со-наследники со Христом, все вещи. И это Божье Великое Царство, что оно наступит, и оно не будет только для Отца Сына и Духа Святого. И Божье Царство будет дано Божьему народу, и мы будем правиться царствовать с Ним во веки вечные. И все это произойдет не какими-то человеческими усилиями, попытками, не какими-то человеческими и плотскими действиями. Это не произойдет даже благодаря церковной деятельности. Это даже не произойдет благодаря пробуждению. Это только произойдет тогда, когда вернется Иисус. О, я верю, что в последние дни мы действительно увидим Великое Пробуждение. Я верю, что Пробуждение, оно придет и покроет всю Землю. Может быть, это не все будет в одном месте одновременно. Это будет распространяться по лицу Земли. Я верю, что Иисус Христос вернется. Он вернется в свое тело, в церковь, прежде чем он вернется за своим телом. Вначале он придет и будет проявлять свое присутствие еще раз, снова, среди нас, в нас, чтобы мы могли иметь полноту Христа. И тело Христова, это будет славное тело, это невеста, подготовленная для ее мужа, это беспорочная церковь, церковь в чистоте, церковь в силе, церковь в славе, зрелая церковь. Но даже не это приведет вот к последнему вот этому штриху. Все, что должно произойти, это будет тот момент, когда Христос вернется за своим народом. И вот в этом возвращении, благодаря наступлению Дня Господня, это больше, чем период 24 часа 1000 лет, как день для Господа. Это будет утверждение Христова Царства на земле, и это будет на самом деле возвеличивание Иисуса, когда Он поставит свои воскресшие, вознесшиеся, прославленные, вернувшиеся физические ноги на этой земле, чтобы утвердить свое Царство, и земля увидит его правление. И тогда будет Великое Воскресение, которое откроет дверь для этих вечных веков. И тогда Царство Божие, оно вернется в руки Отца. И все это произойдет только посредством такой динамической интервенции, лично, когда это пройдет, видимо, славно, сильно, и окончательно через Сына Божьего. Когда все, чего Он достиг на кресте, чего Он добился через Своё тело, Церковь, все это придет к этой великой точке кульминации. Поэтому Второе пришествие Иисуса Христа – это и есть наша верная надежда. Это великая надежда Сына. Это великая надежда Отца. Это Бог, чье правление уже действует в земном служении Сына и в нашей жизни. Это земное правление, и это Царство, оно достигнет своей полноты при возвращении Иисуса Христа, когда Он придет в славе. При Его пришествии, когда Он вернется, все эти прообразы Ветхого Завета о вечном царстве, правосудии или справедливости, мира и поклонения, что пророки ожидали, и это пророчески так же звучало в служении Сына и в теле Христа, в Церкви. Все эти пророческие образы и картины Ветхого Завета достигнут своей славы на этой вершине, в кульминации и в полном исполнении. До того времени Сын продолжает представлять нам этот вызов, чтобы мы следили за тем, что это Царство занимает первое место в нашей жизни. Матфея 6, глава 33 стих. И мы видим, что Иисус продолжает бросать нам этот вызов, чтобы мы поставили Божье Царство на первое место, чтобы мы оставили все ради Его Царства, и чтобы мы молились непрерывно и постоянно, чтобы Его Царство пришло. Поэтому все наши жизни, их нужно прожить вот в этом направлении вперед. Нет обратной скорости, задней скорости для христианина. Мы всегда идем вперед. Мы смотрим вперед. Мы живем, направляясь вперед, туда, в будущее, в сторону возвращения Иисуса. И мы готовимся к этому возвращению сейчас, делая то, что Он призывает нас делать, тем, что мы живем сегодня, в свете Его величия и в будущей славе. Распиная себя заново, ежедневно, когда мы несем свой крест, когда мы живем в этом полном ученичестве Царства, с ориентацией Царства, с мышлением Царства. Но мы можем делать все эти вещи, имея абсолютную уверенность, зная, что мы имеем Отца, который исполняет свои обетования. И Он обязательно исполнит Своё Слово, и Он обязательно завершит, то есть приведет, доведет до конца то, что Он начал в нашей жизни, и Он поселится среди нас, это будет Его дом, и Он проследит за тем, чтобы Сын царствовал над нами вовеки и веки вечные. И поэтому мы сейчас, завершая эту серию занятий, к завершению, говоря о теме «Познавай Сына», знаете, мы стоим лицом к лицу с этим неизбежным фактом, что мы действительно когда-то увидим Иисуса. это даже неоспоримо. Есть много, очень много, много пророчеств относительно второго пришествия Иисуса, их намного больше, чем тех, которые были о первом пришествии. Он пришел в первый раз, и Он вернется и придет во второй. «О да, вы увидите Иисуса, но как вы увидите Его? Увидите ли вы Его, как тот человек, который знает Его? Услышите ли вы от Него эти слова? Хорошо, молодец, добрый и верный слуга или раб, войди в радость, господин, или вы услышите другое? Отойди от Меня, ты делатель беззакония». Когда Он придет, и мы увидим Его, Он придет, чтобы наградить нас в соответствии с тем, что мы сделали в нашей жизни. Как ты увидишь Его в тот день? Сможет ли Он сказать тебе, «Хорошо потрудился, молодец, ты сделал то, что Я просил тебя делать, вот, держи твоя награда». Либо, скажет ли Он тебе вот что, «Ты был мне непослушен, ты не следовал за Мной, близко, ты держался на дистанции, то есть на расстоянии, и сейчас это то расстояние или дистанция, с которой ты будешь видеть Меня на всю вечность». Ибо что еще это может значить, когда Библия говорит о наградах на небе, чем как о разном уровне познания или понимания или близости к Иисусу? Однажды, рассказывают об этом, однажды было, это в одни было Джона Весли и Джорджа Уитфилда, когда два человека, которые служили в Великом Пробуждении в Британии, это было сотни лет тому назад, они служили под равным помазанием власти и силы, разделяли разные богословские точки зрения, и когда их последователи спорили друг с другом, один из них подошел к Джону Весли и спросил, «Веришь ли ты, что мы вообще, что ты увидишь Джорджа Уитфилда на небесах?» Джон Весли сказал, «Нет, я не верю, что я его там увижу. Он будет настолько близко к престолу Божьему, а я буду так далеко, что я просто не увижу его». И вот такая характерная черта была смирения в этом Муже Божьем, но это показало нам, что у него был такой взгляд, что во всем совершенстве любви, которую он искал, и то, как он освящался, освящал себя для Божьих целей в своей жизни, чтобы он стал тем, кто принес пробуждение в Великобритании, он стал учредителем великого движения, методистов, во всем этом Джон Весли имел лишь одну цель, чтобы ему быть близким, близким к Иисусу в небесном царстве. И вот это та цель, ради которой ты и я призваны жить, отложить в сторону все, все, что мешает нам, жить нашей жизнью в свете познания Сына Божьего, Который возлюбил нас, отдал Себя за нас, и сказать, вот эту одну вещь лишь я делаю, забывая все, что было прежним. Сзади я прорываюсь вперед к моей награде, к почести, высокого призвания Божьего во Христе Иисусе. Так ли ты увидишь Его? И также, дорогой друг, который смотрит и слушает меня сегодня, позволь мне задать тебе этот вопрос. Увидишь ли ты и будешь ли знать Его как Спасителя в тот день? Или же Он будет просто Царем, который придет, чтобы судить тебя, как отвергнувшего Христа? Библия говорит, что День Спасения, Он приближается к концу, и возможность, которая сейчас прямо есть у тебя, когда ты слышишь мой голос, что ты услышишь голос и другого, голос Духа Святого, который говорит, да, это Слово истинно, поверь в Него сейчас, пока ты еще можешь поверить. Сейчас я подвожу к завершению наше изучение этой темы, но я хочу бросить тебе вызов как слуга Божий, сегодня сказать тебе, спросить, знаешь ли ты Его лично, как своего Господа и своего Спасителя, а ты можешь знать Его, ты можешь узнать Его, потому что Он умер за тебя на кресте, чтобы ты мог иметь жизнь вечную. Отвернись от своего греха сегодня, отвернись от своего неверия сегодня, начинай уповать и доверять Иисусу Христу, Спасителю, Царю Царей, потому что Он умер за тебя, Он воскрес из мертвых для тебя, Он вознесся на небо для тебя, и Он вернется за тобой, если ты примешь Его сейчас, как своего Спасителя. Давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса, сейчас, когда мы завершаем нашу тему и наши занятия, я молюсь о помазании Твоего Святого Духа, чтобы Он достиг каждого человека, прикоснулся, который слышит мой голос, спасай потерянных, исцеляй больных, и приведи учеников в подобие Иисуса Христа, чтобы мы могли познать Сына, Которого познание – это жизнь вечная. Аминь. Аминь, аминь. И Бог да благословит вас. И не забудьте присоединиться к нам на следующей теме наших занятий «Меч Духа». Мы завершаем эту тему, но мы готовы перейти к следующей теме, которая звучит так – «Спасение по благодати». Бог да благословит вас. Сейчас мы увидимся с вами на следующем занятии и теме. И на этом мы завершаем нашу серию библейских занятий на тему «Познавая Сына». Я молюсь, чтобы Бог открывал вам больше и больше об Иисусе Христе, Сыне Живого Бога. Мы с вами вернемся очень скоро и продолжим следующую серию библейских занятий «Меч Духа». Мы прощаемся, и да благословит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok